здравствуйте дорогие друзья у нас самый самый конец ноября и вот такая чудесная погода солнышко мы специально решили сделать такой солнечный ролик о посеве семян по снегу вот не удивляйтесь пожалуйста некоторые семена действительно так можно посеять и с ними все будет хорошо но только нужно выбрать те растения которые сами размножаются у нас самосевом я вот вам показываю вот это рудбекия она у меня и сейчас из-под снега торчит я некоторые коробочки не обрезала и с них уже вот эти вот семена они так и падают сами и вот эти растения прекрасно размножаются потом вот у меня их очень много бывает по саду я их просто куда-то в нужные места пересаживаю и всегда у меня очень очень много рудбеки это вот свои семена можно взять и купить семена рудбеки в магазине вот они у меня тоже я вот совочек не случайно тут взяла не очень удобно мне с ним стоять вот посмотрите это семена рудбеки их тоже можно посеять они есть различных окрасок не только цельно желтые но допустим там с коричневым с красным пятном и тоже такие семена можно сеять только смотрите чтобы они на упаковочке были свежие а вот это у меня целая баночка васильков и вот эти васильки тоже вы знаете прекрасные в полях размножаются самосевом поэтому сейчас вот мы их посеем какая разница в ноябре или сейчас все равно они лягут на землю когда у нас будет это таяние снега и так без долгих предисловий мы сейчас будем сеять вот еще тоже целая баночка это у меня семена календулы я их собирала со своих растений это самый простенькой календула какой-нибудь махровую вот сейчас под зиму сеть не советую семена там подороже и лучше их оставить до весны а вот такие самые простые очень даже можно и опять же вот самые простые календулы можно купить в магазине только вот еще что важно не покупайте по одному пакетику все-таки из-под зимнего посева выходят не все семена только самые сильные это естественный отбор поэтому посыпьте их пожалуйста побольше и так что мы делаем вот мы сеем эту рудбекию вот буквально я обтряхиваю вот так вот я вам показываю что я сею вот здесь вот в приствольный круг вот этой сосеночки она у нас только в этом году посажена поэтому здесь приствольном круге просто рыхлая такая вскопанная земелька и все вот вы можете сеять на какой-то грядке которую вас осталось от овощных культур можете тоже также в приствольном круге каких-то деревьев плодовых а потом весной вы эту рассаду можете либо рассадить либо так и оставить в приствольном круге очень красиво все эти простенькие цветочки там смотрится так это вот мы посеяли дальше я сюда же сюда же вот остаточки из этого совочка высыплю и сюда же посею вот эти васильки васильки с желтыми цветами рубики тоже очень красиво смотрится и у меня будет такая смесь и их тоже вот я прям набросаю вот вот так вот вот таким образом так ну а с другой стороны вот стой я сейчас посею календулу и тоже это очень все просто делается разбрасываем на снегу хорошо видно как они у нас ложатся а теперь сейчас покажу зачем мне был этот совочек закроем баночку чтобы у нас семена эти не высыпались смотрите как я закрываю это у меня тряпочка не полиэтиленовый пакетик а именно тряпочка чтобы у меня там семена в этой банке не заплеснивали зачем нам нужен вот этот совочек смотрите дорогие друзья как хорошо у нас на снегу видно эти семена а вот эти вот синички которые рядом они только и смотрят где бы чего покушать поэтому вот запросто они сюда сейчас прилетят это все склюют и мы вот так вот все это припорошим чтобы птичкам наши семена не достались вот собственно и все вот такой простой способ посева этих семян и вы можете все это тоже повторить вот таким образом под зиму можно сеять еще космею вот я тоже тут ее взяла в пакетике вот вот такая красивая космея смесь окрасок разных и мы с вами сеяли еще и хиноцею все прекрасно взошло причем вот у меня был тоже пакетик и хиноцея не свои семена из пакетиков сходят хуже а вот если вы возьмете свои семена и хиноцеи вы можете потом целую гряду иметь этого растения вы знаете прекрасно что это лекарственная культура и хиноцеи то есть вот под зиму ее тоже можно вот так сеять ну что ж дорогие друзья будем наблюдать что у нас вырастет весной и о результатах мы вам обязательно доложим